всем привет покажу свою сегодняшнюю работу предыдущее укрепление было сделано светоотражающими гелями с блестками и мне их нужно спилить практически в ноль потому что дизайн который я задумала не предполагает наличие вот этого цветного геля но что-то пошло не так и мне конечно пришлось выкручиваться в процессе работы в буквальном смысле у меня даже какой-то момент началась паника что дизайн получается не тот который я хотела но на мое счастье у клиентки был запрос просто сиреневый но не не без дизайна сиреневые ногти а чтобы ногти были в сиреневых тонах вот а какой дизайн там будет ей было неважно поэтому свобода действий для меня очень важной когда я вижу что что-то идет не так я могу дизайном это исправить показываю ногт с одной стороны кто-то может подумать что это взлетные а с другой стороны смотрите растут ногти нормально это значит что на сленге мастеров у клиентки форма вертолет то есть они закручиваются в одну сторону может быть когда ты видели как велосипедное колесо восьмерку делает вот здесь примерно такая же история исправить это сложно и кстати перри наращиванием тоже не всегда удается это исправить потому что . в роста на одной стороне может находиться выше на другой стороне ногтям может находиться ниже и во время постановки формы не факт что у вас тот же самый вертолет ты получится поэтому я его не буду исправлять методом перри наращивания а доложу полигель от природы ноготь с этой стороны рос вширь а мне нужно полигель уложить так чтобы он рос вниз то есть заполнить недостающую часть ногтя именно снизу чтобы не было ощущение крючка на кончике очень хорошо что клиентка не требует от меня острых ногтей потому что некоторые клиенты с такой формой запрашивают еще и острые ногти это вообще атас потому что в результате если сверху то я вам показано нормально а если смотреть сбоку там натуральный получается крючок на острых ногтях и каждый раз вот так коррекцию я тоже не делаю потому что некоторые клиенты торопятся кому-то надо в парикмахерскую кому-то в больницу и в условиях ограниченного времени тоже не всегда есть время сидеть и выводить идеально ровной формы сегодня у меня тоже кстати было ограниченное время потому что клиентке надо было дальше по делам идти я постоянно в голове держала что я не могу долго тут сидеть и выписывать идеальность форм поэтому вот как получилось так и получилось опять же на мое счастье клиентка захотела дизайн если по она сказала однотонные ногти то это было бы не очень хорошо потому что ну не получилось здесь ровная форма а дизайном я могу это исправить отвлечь взгляд в общем что я здесь и сделала еще до начала маникюра я нанесла базу на эти два ногтя на другой руке более-менее нормально кстати было я только на одной руке исправляла нанесла базу полигель сделала опил вот так вот это сейчас выглядит и уже только после этого я выполняю маникюр сегодня у меня будет аппаратной с помощью фрезы почка и и я покупала на сайте crystal mail это фреза от комис есть у меня почки из алиэкспресс но ими аппаратный маникюр я бы не смогла сделать они плохо счищают то есть здесь я буду не буду использовать режущие инструменты вот одной фрезой сначала приподняла с одной стороны потом с другой стороны и дальше срезаю кутикулы этой же фрезой тут мне надо конечно вам признаться что это было больше сделано для понтов для съемки другие ногти я просто срезала ножницами мне так быстрее хотя мастерам обычным можно пользоваться вот таким способом когда вам не обязательно прямо там все тщательно прям убирать ну понятно же что это блогеры чересчур сильно стараются чисто для съемок все вычистить а мастера на потоке быстрее работают они все так уж прям тщательно не вычищают и не спорьте со мной и я точно знаю что если у мастера пять шесть семь клиентов в день он не будет это ничего делать может если у вас два три клиента вы будете так стараться там на самом деле на потоке такого нет про эту кисть меня замучили спрашивать да это самая обычная кисточка с алиэкспресс синтетика которая в наборе продается вот там от маленькой до большой собственно говоря наношу я базу здесь фиора очень удобно да я с вами соглашусь что удобная кисть и гель ей удобно наносить и вот у меня база в бутыльке закончилась а кисты из флакона она жирная и не всегда под кутикулу лезет а вот этой кисточкой очень удобно под кутикулу залезть на только надо конечно смотреть что без отеков а то будут отслойки дальше я взяла битое стекло нанесла на ногти сиреневый гель-лак то есть здесь еще пока не выравнивание не укрепление не было у меня в задумке было все ногти покрыть так еще это тут у меня фрагмент видео вылез с конца наверное это чудо время тоже напутала это называется издержки монтажа на телефоне что-то там пошло не так ладно зато вы сразу увидели конечный результат в общем выравнивать и укреплять ногти я буду стронг базой уже поверх битого стекла то что его все равно по-любому нужно было выравнивать она торчит и поверх уже выравнивание битое стекло смысла нет потому что еще потом пришлось бы выравнивать пришли кошачьи глаза от агент нейл главный на бутыльке был нарисован сиреневый цвет я еще подумала может быть после создания блика он станет таки середнего имя конечно видела что он какого-то розоватого оттенка но нет он все-таки после блика так и оставил розоватый цвет и тут я уже да на этом месте я стала паниковать и еще больше я стала паниковать когда я решила сделать выравнивание вот этим белым поле гелем жидким от монами а вон собака никак не хотел во первых я уж молчу то что под кутикулу он не залез потому что толстый он нормально не выравнивался и проплешины там я уже вдвойне стал нервничать дом как же я буду выходить из положения ведь запрос был на сиреневые ногти то а у меня от получились совсем не сиреневые после кошачьего глаза но вышла то я из положения цветочками сиреневыми в общем на тех ногтях где у меня кошачий глаз как видите я сиреневые цветы сделала белые ногти я тоже исправляла неровности как раз таки цветами сначала сиреневыми потом этим же кошачьим глазом вот и получилось у меня сочетание что на тех ногтях что на других указательный и большой я покрою полностью сиреневым цветом и вот пожалуйста я в результате вышла такие из положения серединке цветов обязательно нужно обозначать обязательно иначе цветок будет не цветок здесь я темно-сиреневым гель-лаком его натыкивал а то что я сейчас на сиреневых ногтях крашу гель-лаком русалка это тоже называется выкручиваться потому что укрепление выравнивание полигелем у меня получилось не совсем ровно соответственно однотонный гель-лак оставить на ногтях я побоялась что будут неровности в результате а так как я использовала хлопушки то эти неровности то и закрылись дальше я взяла белую гель-краску и тыкаю кистью для клея в тех местах где серединке чтобы уж все ногти сочетали друг с другом я добавила вот этот общий элемент натыкивание хаотичных точечек вот такой результат у меня получился в принципе исправить вертолет у меня получилось выйти из положения и сделать клиентки дизайна в сиреневых тонах тоже получилось снять какой-то дизайн с кошачьим глазом тоже я смогла потому что готовлюсь к обзору на агент нейл и вот такая в общем у меня была работа на этом я с вами прощаюсь и желаю творческого вдохновения всем пока